Hello dear friends, как ваши дела? Готовы сегодня получить новую порцию по-английскому? В сегодняшнем видео мы с вами разберем интересные фразы из видеоканала TED. Кстати, на нашем канале собрано много других видео с разбором лекций TED. Клипов, сериалов, ссылки на плейлисты оставлю в описании. Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Let's get started! Если вы вдруг в первый раз слышите про TED, то кратко вам расскажу, что же это за зверь такой. Это фонд, который ежегодно проводит конференции и выпускает видео, в котором спикеры делятся последними идеями, исследованиями и полезными лайфхаками. Сегодня разберем небольшую лекцию от Fasunde Duckett про отношения с деньгами. Запоминаем фразу, что можно перевести как Поделитесь в комментариях, совпадают ли ваши мечты с кем-то еще и банковским счетом. А пока едем дальше. Фразовый глагол означает придумать, прийти к идее или достать что-то, особенно когда речь идет о деньгах. А фраза означает с трудом придумать или найти. Переведем пример. Мне с трудом дается придумать новые идеи для моих постов в Instagram. Запоминаем полезные конструкции. Если хотите поделиться своими переживаниями о том, что не хотите, чтобы другие люди что-то узнали о вас, используйте фразу Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я очень стеснительная. Слово означает последовательный рассказ о каких-то событиях, которые связаны между собой. Кстати, для тренировки восприятия слов на слух, у Puzzle English есть тренажер видеопазлы. Смотрите выпуски TED и собирайте предложения. С их помощью вы научитесь воспринимать живую речь на слух. Достаточно двух тренировок по 10 минут в неделю, чтобы уже через месяц ощутить результат. Попробуйте бесплатно. Все подробности в описании. Фраза переводится или что касается. Ее удобно использовать, чтобы ввести новую тему разговора. Например Что касается танцев, он лучший танцор, которого я знаю. Слово означает запрещенный, закрытый для посещения. Если хотите четко обозначить свои границы, то добавьте предложение off-limits Никому нельзя заходить в мою комнату. Как сказать о том, что вы уже активно собираетесь что-то делать, принять меры? Используйте фразу Я должна принять меры как можно раньше А как бы вы перевели фразу самое важное? Первое, что приходит в голову, это Да, это правильный перевод. Но если вы хотите разнообразить свою речь, замените на Оценки в университете это не самое важное It's the mechanism to accomplish whatever your goals are Accomplish это синоним слова achieve чтобы означать добиться чего-то Разница между ними небольшая Achieve это достигать цели или успеха часто через большие усилия и труд А accomplish – это успешно выполнить задачу или работу Я закончу свою работу завтра Если вы думали, что черный день переводится как Black day то англичане снова вас удивят потому что черный день – это rainy day It's about understanding Do I have the ability with what I'm making to take care of my basic needs Фраза Означает Есть ли у меня возможности или Хватает ли у меня возможности Хватит ли у меня возможности разработать новый дизайн для своего дома? Запоминаем фразы Yourself worth – ваша ценность А net worth – это достаток или собственный капитал Ведущая также использовала слово misstep Ошибка Синоним mistake Если вы уже устали от фразы Just do it Замените Just get back at it А вы? Согласны с последней мыслью Фасунда Дакит? Поделитесь в комментариях вашими мыслями на этот счет И попробуйте использовать фразы и слова с сегодняшнего разбора С вами была Юля И это канал Puzzle English Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok